Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в выпуске вы увидите в кинотеатре «Искра» прошло выездное заседание правления торгово-промышленной палаты Московской области. Много еще было проведено, за год порядка 50 мероприятий, вот разные направленности были проведены. У видновской гимназии появится новый корпус, а у потомков капсула с посланием. В детской школе искусств города Видное провели день открытых дверей. Детишкам показать возможности школы и как-то сориентировать их по направлениям. В кинотеатре «Искра» состоялось выездное заседание правления торгово-промышленной палаты Московской области, куда съехались представители 34 территориальных отделений, чтобы подвести итоги работы за год и наметить перспективы развития. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Ленинское отделение торгово-промышленной палаты достаточно молодое. На территории муниципалитета оно функционирует всего год. Но за это время организация уже показала неплохие результаты. Работы много сделаны. И с точки зрения информирования предпринимателей об изменениях в законодательстве, обучающие программы, социальные мероприятия. Торгово-промышленная палата – это своеобразный мостик между властью и бизнесом, позволяющий наладить диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заметил присутствовавший на мероприятии глава Ленинского района Валерий Венцель. Он поблагодарил членов палаты муниципалитета за работу и рассказал о том, что удалось достичь за прошедший год. Глава особо отметил открытие в районе каворкинг-центров и ставший уже традиционными бизнес-завтраки с предпринимателями муниципалитета. Нам есть что показать, нам есть чем гордиться. И вот такое тесное взаимодействие органов местного самоуправления, так называемых, вкратце, надзорных органов на территории нашего муниципалитета и предпринимательского сообщества. Хочу отметить тех, кто готов в честную трудиться, готов в честную работу, искренне помогать муниципалитету, оно приносит свои плоды. На повестке дня заседание обсуждение отчета о проделанной работе палаты за прошедший год и перспектив дальнейшего развития бизнес-сообщества Подмосковья. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в стране и сейчас для развития предпринимательства есть масса возможностей, уверен президент Домодедовской торгово-промышленной палаты Александр Пашков. У нас сервис во многих наших направлениях бизнеса очень сильно хромает. И открывать любые сервисы для человека, услуги, доставка товара, доставка еды сейчас очень модно. Вот именно за этим будущее. Аналитики говорят о растущем спросе на небольшие магазины узкой направленности, предлагающие потребителям качественный и экологически чистый продукт. Большие перспективы открываются и перед производителями такой продукции. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках президентского национального проекта «Современная школа» в Подмосковье положено начало строительству 50 школ и детских садов. Видновская гимназия тоже обновится, ведь у нее появится новый корпус. Подробности в сюжете нашего корреспондента Арсения Рогозянского. Пока ученики гимназии разыгрывают партию в настольный теннис, здесь происходит подготовка к закладке капсулы времени, которая посвящена строительству дополнительного корпуса на 250 учебных мест. Начало строительства корпуса школы намечено на летний период. По словам директора Видновской гимназии Татьяны Ионашкиной, благодаря новому зданию школа не только сможет разгрузить большие классы, но и значительно обновиться. Там будет четыре первых класса со спальнями, игровыми, там будет новый пищеблок, там будет шикарный актовый зал, спортивный зал, то есть все современные, эта пристройка будет отвечать всем современным требованиям. Капсулу времени, в которой содержалось письмо для будущих поколений, заложили директор гимназии Татьяна Ионашкина, глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и глава Ленинского района Валерий Венцель. Эта пристройка гимназии – лишь один эпизод в деле строительства новых учебных заведений в районе. Мы в этом году еще введем дополнительно, вот одну школу ввели на 1100 мест Лопатина, плюс у нас еще будет три школы, очень крупная школа в Боброво, мы введем на 1375 мест, школа у нас Доржино на 550 и школа в Месайло на 1100. Такое большое, такие объемные школы обусловлены тем, что Ленинский муниципальный район пребывает своими жителями ежегодно по 10 тысяч. В начале следующего учебного года новое здание гимназии уже примет своих первых учеников. Дополнительный корпус полностью избавит школьников муниципалитета от второй учебной смены, а это значит, что после уроков у них появится больше свободного времени. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В амбулатории сельского поселения Развилковское состоялся день донора. Здесь расположились специалисты выездной бригады Московской областной станции переливания крови, которые принимали всех желающих сдать ее. С некоторыми из доноров побеседовала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. На процедуру сдачи крови уходит, как правило, не больше 10 минут. Кабинеты здесь не очень большие, поэтому мобильный пункт расположился прямо в фойе больницы. Специалистам выездной бригады Московской областной станции переливания крови к таким полуполевым условиям не привыкать. Со столами тоже напряженка, но ничего, было бы желание, а заполнить анкету можно и вот так. Тот, кто хочет принять участие в дне донора, должен придерживаться определенных правил. Накануне легкий ужин, в день сдачи крови легкий завтрак, за 48 часов исключить спиртные напитки. Те, кто не успел позавтракать перед процедурой, могут сделать это здесь, в одном из кабинетов. Донор должен быть позавтракать, что-то легкое, ну, чай сладкий обязательно, булочку с жемом, то есть обязательно голодным он не должен быть. Светлана Барабанова работает во ВНИИГАЗ. Она пришла сдавать кровь уже во второй раз. Несмотря на то, что медицина доказала не только отсутствие вреда, но и пользу от сдачи крови для организма донора, до сих пор бытует мнение, что эта процедура может быть опасна. Светлане пришлось опровергать и этот предрассудок. Как и Светлана, треть посетивших сегодня мобильную станцию переливания крови – сотрудники ВНИИГАЗ, одной из крупнейших организаций развилки. Его представителям торжественно вручили вымпел, тем самым отметив огромный вклад этих людей в развитие донорского движения. Вручили ВНИИГАЗу, которая активно участвует в донорских акциях. Эта награда называется «Вымпел. Я твой донор». Прошлый год проходила акция, грантовый президентский проект. Акция закончилась в прошлом году, но мы продолжаем работать и с активными, активных награждаем, вымпелами, футболками, атрибутиками. Но, естественно, не ради наград или денег, которые также выплачиваются за сдачу крови, пришли сюда все эти люди. Просто ради помощи тем, кому это необходимо. И отрадно, что работы у сотрудников Московской областной станции переливания крови хватает. У нас работа плановая. Мы каждый день выезжаем по 2-3 бригады по всей Московской области и по Москве. Здесь доноры активные. Здесь всегда очень хорошая явка. Здесь 40-50 человек. Это вот минимум бывает. И в этот раз вне донора в поселении Развилковском приняло участие порядка 40 человек. А это десятки спасенных жизней. Максим Козлов, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ. Для всех, кто мечтает окунуться в мир творчества, в детской школе искусств города Видное провели день открытых дверей, где можно было задать все интересующие вопросы, касающиеся обучения. Воспользовалась шансом и наш корреспондент Анастасия Воронина. В мир творчества под названием «Детская школа искусств» мечтают попасть многие мальчишки и девчонки. Уже более трех тысяч выпускников прошли обучение в этих стенах, и большинство из них стали победителями на различных конкурсах и фестивалях. А в этот раз двери школы открыли для будущих воспитанников, влюбленных в театр или музыку, живопись или искусство в целом. Детишки и родители, они с удовольствием к нам приходят. Во-первых, донести информацию, ту, которую родители, может быть, не все еще знают, а детишкам показать возможности школы и как-то сориентировать их по направлению. В школе искусств существует девять разных отделений. Музыкальное, хореографическое, театральное, эстрадно-джазовое, подготовительное, отделение иностранных языков, изобразительного искусства и отделение с оригинальным названием «Музыка с мамой». Конечно, на дне открытых дверей определиться с выбором всем было непросто, но, например, Анне Чудесновой помогли педагоги, которые ее проконсультировали и подробно рассказали о каждом отделении. Мы пока хотим попробовать на несколько направлений. Это театральное искусство, художественное отделение, ну, может быть, еще получится на гитару попробовать поступить. Вот, ну, куда-нибудь, я надеюсь, мы поступим. А также хорошим примером для детей и их родителей были и сами ученики школы, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о занятиях. Здесь учат в первую очередь духовно развиваться. Здесь мы обретаем какие-то навыки, помимо тех, которых нас обучают в школе. Здесь как бы помогают находить занятия, которые приходятся каждому по душе. Приходите к нам. Тут красиво, интересно. И много всяких праздников. На этом дне открытых дверей можно было не только познакомиться с педагогами и учениками школы, но и наглядно увидеть их работу на ежегодном отчетном концерте под названием «Музыка весны». Первым выступил старший хор «Фантазия», исполнив русскую народную песню. В отчетном концерте приняли участие не только юные певцы и танцоры. Театралы тоже показали свой мини-спектакль. Про те, кто быстро соображен, говорят, что у них котелок варит. Нужно мозги варить в котелке. Инструментальное отделение также не осталось в стороне и порадовало зрителей своими выступлениями. Несомненно, после такого дня открытых дверей, желающих стать учениками детской школы искусств, станет гораздо больше. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ. Впервые во всей России акция «Библионочь» состоялась в 2012 году. Каждый раз она бывает посвящена определенной теме. Как прошла «Библионочь-2019» в Ленинском районе, узнаете из нашего сюжета. «Библионочь» – ежегодный культурный фестиваль, который проходит в апреле по всей России. В рамках этого мероприятия библиотеки расширяют формат и время своей работы и становятся настоящими арт-площадками. Акция «Библионочь» была задумана, чтобы разнообразить досуг читателей. Такой формат пришелся посетителям по вкусу. И сейчас учреждение работает так на постоянной основе. У нас библиотека уже давно перестала быть местным выдачей книг и превратилась в культурно-досуговый центр. Ну просто именно в «Библионочь» это больше сконцентрировано. Хотя у нас, конечно, в библиотеке и так, конечно, еженедельно проходят мастер-классы, конкурсы, работают бесплатно кружки. Но «Библионочь» – это именно насыщенный самый такой день, году, когда у нас и допоздна библиотека работает до 10 часов. В рамках «Библионочи» проводилась акция «Будь на волне, читай». Ребята приносили свои любимые книги в подарок детям-инвалидам. А в качестве закладок делали бумажные кораблики. Они делают их с удовольствием, они понимают, для кого они это делают. Кто-то хочет домой, конечно, себе забрать, кто-то подарит свой кораблик. Дети с удовольствием приняли участие в этом мастер-классе. Особой популярностью у мальчиков и девочек пользовался аквагрим. Каждый хотел нанести на лицо изображение какого-либо животного или сказочного персонажа. Мне очень нравится носить, я всегда хотела рисовать. Благодаря проведению в России года театра, именно это направление стало главной темой в викторине, которая проводилась в холле библиотеки. Победители получали небольшие сувениры. В читальном зале состоялся мастер-класс по изготовлению театральных масок, где к детям присоединились их родители. «Библия ночь» в том году тоже были, много призов, много тоже интересного все было, и фото зона. В общем, всегда все интересно, что-то придумывают здесь. А для взрослых посетителей библиотеки главным событием вечера стал премьерный показ спектакля, подготовленного актерами народного театрального коллектива «Твит». Пьеса под экстравагантным названием «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс» затрагивает вечные темы, близкие всем. О любви, о поиске, об отчаянии, ну как-то обо всем немножко. В первую очередь, скорее всего, наверное, о мечте. Спектакль прошел при полном аншлаге. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. В пятницу будет до 22 тепла, ночью плюс 12, переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова